Снова всем привет! Значит, о том, что такое пластмассовые и пенопластовые овощи и фрукты, которые сейчас ругают, мигревцы почему-то уверены в том, что виной всему гибриды. Что это гибриды. Значит, ребятушки, как я уже сказал, гетерозисные гибриды, они ничем по качествам плохим не отличаются от сортов. Они только отличаются немножко более толстой шкуркой, может быть, у определенных овощей, и большей лёжкостью, большей транспортабельностью. Но если их нормально выращивать, вот я много лет выращивал разные гибриды F1, Я уверен, уверяю вас, все, кто ко мне приходил, были в восторге от этих вкусов, ароматов. Значит, я вам больше того скажу. Мы почему-то не понимаем одну простую штуку. Значит, как вообще можно говорить о том, Вкусный, допустим, помидор или там груша. Или он невкусный, если на вкус и цвет не вырубишь топором. Потому что ни в одной, так сказать, стандартизации, ни в одном анализе не предусмотрено определение какого-то стандартного вкуса. На что анализируют наши овощи по ГОСТу? Или там по самому строгому стандарту? Ну, несколько самых типичных пестицидов. А мы из сотен, ну, 5-10 пестицидов, как правило, определяем. И этого, ну, проверяющим органам этого достаточно. Нитраты. Что касается вкуса, значит, сахара, общие органические кислоты, общее сухое вещество, крахмал, можем отдельно исследовать. И все. Некоторые витамины, это очень дорого, но можно исследовать. Скажем, витамин С у нас привыкли исследовать, а это аскорбиновая кислота. Витамины группы В, ну, и так далее. Это уже в анализы стандартизации вообще никак не входит. Но самое-то главное, ребят, я возьму плод, от которого вы в восторге, и мне он не понравится. А вы возьмете плод, от которого в восторге я, и он не понравится вам. Я, например, люблю длинные китайские огурцы. Они для меня вкуснее всего. А кто-то их, ну, как бы презирает. Я совершенно не принимаю, не приемлю мелких желтых черри, которые не содержат кислоты, сладкие, как, значит, там, киселек. А кому-то это очень нравится. Вот поэтому в стандартизации плодов единственное, что учитывается, это их внешний вид, он уж был здоровым должен быть. Они должны быть там выровненными, определенным образом их по сортам разбирают. Они здоровы, вот, с виду там нет пятен, нет помятостей, гнилий никаких. Вот это главное. Что там дальше во всех этих сложных веществах, определяющих вкус? Это вообще невозможно определить и невозможно никак анализировать. И поэтому нельзя доказать, гибрид или не гибрид, гидропонные овощи или там органические, он хуже или лучше. На гидропонике у израильтян и у голландцев растут овощи высочайшего качества, я вас уверяю. Они очень вкусные. В них много всего. Вот. И в них нет пестицидов. Вот. А у некоторых органистов там бухнул навоза какого-то лишнего или жирного компоста. Пожалуйста, вырастет за нетраченный какой-нибудь огурец или там больной помидор, жирующий. То есть, почему тогда, вот главный вопрос, почему тогда все, что мы покупаем в магазинах, да, и даже на рынках сейчас, оно такое невкусное, пластмассовое, презрительно мы говорим, что вот все турецкое там или аргентинское, или кита, оно все пластмассовое, все пенопластовое, жрать невозможно. По одной простой причине, потому что эти все плоды срывают зелеными. Вот. Потому что иначе их не довезешь. Рынок, международный рынок открытый. Мы хотим есть огурцы и помидоры и груши и бананы круглый год. Поэтому привозят нам их и из Турции, и из Аргентины, и из Бразилии. Сейчас вот из Африки начнут везти. И ничего вы с этим не поделаете. Их срывают зелеными. Для того, чтобы их потом быстро дозарить, вот, существуют простые такие гормональные газы, как этилен и ацетилен. Их выделяют сами плоды созревающие, вот, особенно абрикосы, там, персики, яблоки, бананы. И их просто используют, то есть привозят плоды, запакованные в углекислом газе, чтобы они не зрели, не портились. И потом их быстренько этиленчиком, и за трое суток они становятся красными, красивыми и как бы зрелыми, но невкусными. Вот. Поэтому, если вы хотите вкусных плодов, то единственный способ, это либо у бабушек, знакомых идти, там, рвать самому с куста их покупать, либо выращивать самим. Я, например, не имею никаких претензий ни к каким рынкам, потому что все плоды и овощи, которые мне нужны, я выращиваю сам, на органической почве, с капельным поливом, с травяной мульчой. И выбираю самые вкусные гибриды и самые вкусные сорта. Этим я занимаюсь много-много лет. Это интересно, это... И самое главное, что у меня нет никаких претензий, нет причин жаловаться на невкусные плоды.